Встерах, 10 глава. В руке Господа благоуспешность человека, и на лицо книжника он отпечатлевает славу свою. Не гневайся на всякое оскорбление на ближнего, и никого не оскорбляй делом. Гордость ненавистна и Господу, и людям, и преступна против обоих. Владыщество переходит от народа к народу по причине несправедливости, обид и любостяжания. Что гордится земля и пепел? И при жизни извергаются внутренности его. Продолжительную болезнь врач пренебрегает. И вот ныне царь, а завтра умирает. Когда же человек умрет, то наследием его становятся присмыкающиеся звери и черви. Начало гордости – удаление человека от Господа, и отступление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрекает мерзость. И за это Господь посылает на него страшные наказания, и в конец не излагает его. Господь не извергает престола властителей и посаждает кротких на место их. Господь вырывает с корнем народы и насаждает вместо них смиренных. Господь опустошает страны народов и разрушает их до основания земли. Он осушает их и погубляет людей, и истребляет от земли память их. Гордость не сотворена для людей, не ярость гнева для рождающихся, а жен. Семя почтенное какое? Семя человеческое. Семя почтенное какое? Боящиеся Господа. Семя бесчестное какое? Семя человеческое. Семя бесчестное какое? Преступающие заповеди. Старший между братьями в почтении у них, так и боящийся Господа в очах его. Богат ли кто и славен или беден? Похвала их страх Господень. Несправедливо бесчестить разумного бедного и не должно прославлять мужа грешного. Почтенный вельможа, судья и властелин, но нет из них больше боящегося Господа. Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек будет наставляем им. Не будет роптать. Не умничай много, чтобы делать дело твое, и не хвались во время нужды. Лучше тот, кто трудится и имеет во всем достаток, нежели кто праздно ходит и хвалится, но нуждается в хлебе. Сын мой, кротостью прославляй душу твою, и воздай ей честь по ее достоинству. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей, и кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Бедного почитает за знание, познание его, а богатого за его богатством. Уважаемый же в бедности, насколько больше будет уважаемого в богатстве, а бесславный в богатстве, насколько будет бесславнее в бедности.